На подворье храма Воскресения Христова сносят старые постройки. Это первый этап благоустройства, который задумал провести настоятель храма отец Анатолий. Основная идея – сделать пространство более удобным и открытым для прихожан и гостей города. За поддержку в осуществлении задуманного отец Анатолий обратился к депутату Государственной Думы Сергею Пахомову, который всегда проявляет большое внимание к делам храма. Ведь, по сути, это единственный в округе храм воинской славы. На его территории стоит уникальная часовня памяти воинам-землякам, погибшим в локальных конфликтах. Уже сейчас, после сноса построек, в Зору открылся большой образ спасителя на стене часовни. Родился такой мини-проект, одной из составляющих, деталей которого, конечно, снос вот этих убогих в прошлом зданий. На середину 90-х, когда они строились, они, может быть, были и современные, но сейчас уже центральную историческую часть города они уродуют. Я сейчас называю вещь своими именами – уродовали. Сейчас их нет. Здесь есть хорошие архитектурные решения. На этом месте ничего не будет построено. Небольшая, корректная, стеклянного вида, маленький павильончик. Старый забор снесут, а на его месте поставят более низкую ограду, что позволит увидеть просторное подворье с пешеходной зоны дорога к храму. То есть, таким образом, получится единое архитектурное пространство. По-разному отнеслись и прихожане, в том числе к тому, что мы наследие отца Германа сносим. Но я думаю, что если бы он был бы сейчас жив, он бы одобрил то, что мы делаем. Мы сейчас делаем так, чтобы было красиво, открыто, дружелюбно и понятно прихожанам и жителям. Время развивается, мы должны сохранять и подчеркивать историческое наследие. Но то, что это наследие уродует, то, что мы настроили в 90-е и в нулевые, если у нас появляется такая возможность, мы, конечно, должны очень корректно убирать. Вот здесь мы сейчас именно этим и занимаемся, помолись. Депутат отметил, что каждый шаг благоустройства при храмовой территории согласуют с историками и археологами, что, конечно, требует времени. Но по плану работы стремятся закончить, пока на улице тепло. Помогают и прихожане храма. А таких людей, казалось, немало, кто по зову сердца считает своим долгом поучаствовать в обновлении подворья. Екатерина Фурсова, Оксана Перевозникова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».